Дракоша Подведи указатель мыши к любому... Остров Досепсион Остров Досепсион, один из южных Шетлинских остров, имеет форму подковы. Расположенная по неправильной окружности гряда открывает проход морю в своей южной части. Это древний вулкан, чей центральный конус обрушился и образовал кальдеру, занимаемую теперь кратерным озером, сообщающимся с морем. Множество мелких кратеров проявляли с тех пор активность по кропке кальдеры. Южные Шетлинские острова имеют по большей части вулканическое происхождение. Их возникновение связано с поглощением океанической коры вдоль их северо-западных границ. Природа пролива Брансфилд тоже вулканическая, но сформирован он раздвиганием морского дна за грядой вулканических островов. Острова Пингвин и Бриджмен также являются молодыми вулканами, но в отличие от острова Досепсион они не действующие. Джеймс Клайк Росс и Фрэнсис Крузиер на своих кораблях Эребус и Террор 9 января 1841 года преодолели паковый лед и оказались на открытой воде моря Росса. Тремя днями позже они увидели величественную горную гряду, чьи вершины поднимались до 2500 метров, которую Росс назвал хребтом Адмиралти. Корабли продолжали плыть на юг, следуя линии гор, и 28 января 1841 года путешественники были поражены видом, по словам Роберта Маккормика, корабельного врача Эребуса, потрясающего вулкана в чрезвычайно активном состоянии. Вулкан был назван гора Эребуса, а меньший, потуший конус к востоку, гора Террор. Синий кит, без сомнения, крупнейшее животное, когда-либо существовавшее на нашей планете. Вес взрослого кита может более чем два раза превышать вес брахиозавра, самого крупного из динозавров в глубокой древности, и примерно в 30 раз вес самца современного африканского слона. Австралия Тихий океан Подведи указатель Большой барьерный риф протянулся вдоль восточного побережья Австралии более чем на 2000 километров. С точки зрения таких наук, как биология, геология – это одно из величайших чудес природы. К нему справедливо прилагаются одни лишь превосходные степени. Признание его природным наследием, биосферным заповедником и морским парком отражает его мировое значение. Поселение Нан-Мадо Панапе – редкостной красоты вулканический остров в восточной части Каролинских островов. Он – один из бесчисленных микронизийских островов, рассеянных в Тихом океане между экватором и тропиком Рамка. Его площадь – 303 квадратных километра, а жителей здесь – 25 тысяч. Известен стал Панапе из-за вулканического ландшафта, богатой за счет влажного климата, растительности и необычного поселения Нан-Мадо. Около ста лет назад местность возле Ратуруа была необработанной и балотистой, поросшей зарослями кустарников. Здесь пенились горячие источники, фонтаны гейзеров били ввысь, а воздух был напоен паром и запахом сер. Сегодня эта местность покрыта лужайками и лесами и стала излюбленным местом жителей Новой Зеландии. В городе Ратуруа 60 тысяч жителей, но ежегодно он привлекает в 10 раз больше туристов. Озера Келли Муд Три тихих озера расположены в нескольких футах друг от друга в кратере большого щитообразного вулкана на острове Флорес в Индонезии. Два из них окрашены разные оттенки зеленого, а третий – черно-красный. Такие расцветки вызваны разным минеральным составом домных пород этих озер. Щитообразный вулкан сформировался, когда жидкая лава извелась из жерла и растеклась по большой территории. Кальдеры, ковообразные упадины, возникли там, где вершина вулкана провалилась. Именно водой, скопившейся в подобных кальдерах, и образованы озера в Келли Муд. Австралийский континент широко известен своими минералами и входит в число богатейших стран мира по полезным ископаниям. Но больше всего он знаменит опалами. До 90% мировой добычи благородного опала приходится на Австралию. И около трех четвертей этого количества происходит из штата Южная Австралия. И точно так же, как сам опал является чем-то специфически австралийским, своеобразный и метод его добычи и образ жизни сообщества-здорателей. Эйр-Срок расположен недалеко от юго-западного угла северной территории, в высохшем красном сердце Австралии. Эта колоссальная оранжево-бурая скала, 2 км в длину и 1,5 км в ширину, поднимается на 348 метров над окружающей пустынной равниной и является крупнейшим в мире монолитом. На закате кажется, будто гора светится изнутри, когда ее цвет меняется с дневного пыльного серого на интенсивный, слепящий красный, прежде чем превратиться в гаснущем свете в черный силуэт. Тем, кто готов на рассветные бдения, скала открывается в еще более прекрасных пастельных тонах. Собраться на нее нетрудно, но обжигающий жар пустыни превращает подъем в серьезные предприятия. Главное взять с собой достаточное количество воды, потому что без нее есть опасность дегидрации. Солнечного и теплового удара не следует пренебрегать и угрозой длительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Тотканоз – чрезвычайно своеобразное животное, которое приспособилось к крайне специфическим условиям жизни в водной среде. У него гладкое втекаемое тело, покрытое коротким коричневым мехом. Попередние лапы снабжены перепонками, способствующими передвижению в воде и жизни в норах. Задние лапы выступают в роли руля, а хвост, большой и плоский, как у бобра, служит стабилизатором. Его маленькие глазки и ноздри могут закрываться под водой, он не обладает внешним ухом. Но его самая характерная и поразительная черта – большой, плоский, кожистый, похожий на утиный клюв, очень чувствительный к прикосновению и способный улавливать слабые электромагнитные поля, создаваемые его потенциальной добычей. Он кормится, разрывая ил на дне реки ручьев, в которых живет, захватывая поднимающихся с самого дна, обитающих там рачков и моллюсков. В конкурсе архитекторов на строительство нового здания оперы, объявленном в 1954 году в Сиднее, приняли участие 233 специалиста из 32 стран. Победителем оказался тогда почти никому неизвестный датчанин по имени О. Иор Утсен. Как и многие другие участники конкурса, он никогда не видел, а знал только по фотографиям то место, где должна была строиться опера. Работая над эскизом, он был вдохновлен парусами яхт в Сиднейском порту и отчасти храмовыми постройками Майя и Ацтека, виденными именем Мексики. 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 Подведи указание. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гималай, где находится 96 из 109 существующих в мире вершин высотой более 7300 метров, бесспорно является величайшей горной грядой на земле. И хотя южноамериканские Анты образуют более длинную, около 7500 километров, горную цепь, они не так высоки, но факты и цифры это одно, а приводящий священный трепет вид Гималаев совсем другое. Вулкан Фудзи По всему Тихоокеанскому побережью Японии сохранились свидетельства драматической истории вулканической активности в этой стране. Давно остывшие лавовые поля, горячие источники, вулканы, из которых 60-65 зарегистрированы как действующие. Но не все вулканы демонстрируют классическую коническую форму, хотя в Японии она характерна для многих, и в том числе для самого знаменитого вулкана – горы Фудзи. Озеро Байкал При описании озера Байкал все время приходится прибегать к исключительно превосходным степеням. Ему около 25 миллионов лет, и это бесспорно старейшее озеро на земле. Второму по возрасту озеру Танганька в Африке всего-то 2 миллиона лет. Это глубочайшее в мире пресноводное озеро – 1620 метров. Оно на 396 метров глубже, чем второе по глубине озера Танганька – 1222 метра. Его длина – 636 километров, что соответствует расстоянию между Абердином и Лондоном. Его максимальная ширина – 79 километров, а минимальная – 25 километров. Общая длина береговой линии – 1995 километров. Минакши звали принцессу, которая родилась на свет с тремя грудями. У самых разных святых мужей спросили совета. Они предсказали, что третья грудь исчезнет в тот день, когда принцесса встретит своего будущего мужа. Так и произошло, когда Минакши встретила бога Шиву. Через 8 дней она обручилась Мадурайе с богом, который предстал пред ней под именем Сундарешвара – властелин красоты. Эту историю рассказывают, чтобы объяснить, с чего началось строительство индуистского храмового комплекса. Здесь хранятся святыни, связанные с Минакшей и Сундарешварой. И потому до сих пор это место остается одним из самых важных для паломничества в Индии. Гуй линь По-китайски гуй линь означает «лезь в деревьях Кассии». Но каменный лес было бы более подходящим названием для этих экзотических скал, сгрудившихся по берегам реки Ли. Толстые слои известняка, из которого состоят утесы, откладывались когда-то на дне Древнего моря. Несколько миллионов лет спустя этот участок земной коры поднялся, и дожди постепенно начали размывать породу, уже ослабленную трещинами и разломами. Великая Китайская стена – одно из самых больших и искусных строительно-технических сооружений всех времен. Ее строили примерно 10 лет, начиная с 220 года до нашей эры при императоре Цинь Шихуанди. Этот правитель считается одним из величайших деспотов в истории. Некоторые участки оборонительной стены были построены еще до того в разных воевавших друг с другом маленьких царствах на севере. Цинь Шихуанди набрал целую армию из крестьян, солдат, преступников и политических заключенных, чтобы обновить поврежденные места и соединить эти участки. Так возник сплошной крепостной вал, идущий через горы вдоль границы его империи. Стена была задумана как укрепление против набегов воинственных кочевников-монголов с севера, а также, по всей вероятности, как доказательство власти и величия императора. Таджмахал. В 1629 году, родив на свет 14-го ребенка, супруга индийского могола умерла. Ей было 36 лет, из которых 17 она была замужем. Султан Шах-Джахан потерял не только любимую жену, но и мудрую политическую советницу. Есть сведения, что он два года носил по ней траур. По другим рассказам его волосы посидели от горя. И дал клятву построить надгробный памятник, достойный памяти жены, совершенно необычайный, с которым ничто в мире не может сравниться, едва ли можно поспорить с тем, что ему это удалось. Красный форт или Лалкила обязан своим именем красному песчанику, из которого выстроены его стены. Для разнообразных дворцов и приемных залов использовались при этом и более благородные материалы. Форт был воздвигнут между 1639 и 1648 годами при могольском правителе Шах-Джахани и знаменит своим богатством – мрамором, серебром и золотом, а также драгоценной отделкой. С годами многие сокровища исчезли, а некоторые оригинальные постройки были разрушены. То, что осталось, дает тем не менее яркое представление об империи великих моголов в период рассвета. Голубая мечеть Официально Голубая мечеть называется мечетью султана Ахмеда. А своим общеизвестным названием она обязана плиткам, по преимуществу голубым, которые в количестве более двухсот тысяч украшают ее внутри. Только назови Петру и кто-нибудь да процитирует «Этот розово-красный город в половину вечности древен». Строчки эти принадлежат Бергану, английскому поэту XIX века. Увы, описание не соответствует действительности, что признал и сам автор, когда несколько лет спустя посетил Петру. Она не красновато-розовая, а светло-розовая. Это вовсе и не город, а уж скорее гигантское кладбище. Если тут и стояли когда-то какие-то дома, то построены они были из ила и давно исчезли. Петра – это такое место, которое оставляет многие вопросы открытыми. Но Павлока тайны делает ее еще более чарующей. Мертвое море Река Йордан и еще несколько мелких потоков могут приносить каждый день Мертвое море до 7 миллионов тонн воды, которая уже никуда отсюда не вытекает, но сильный зной Йорданской долины быстро испаряет ее. Однако приносимые в море минеральные вещества и соли остаются здесь, превращая его в одно из самых соленых озер в мире. Содержание минеральных веществ в воде достигает 30%. Еврейское название «Ям Хамелах» означает «море соли». Мертвое море часто отливает металлической синевой. Соли делают воду густой и на вид маслянистой, неволнуемой ни малейшей рябью. Медина Фес сегодня – это большой современный город, где живет более полумиллиона человек. Но здесь можно, оставив позади автомобили, широкие улицы, высокие дома 20-го столетия, проникнуть в средневековый город. Медина – это город, куда бежал Магомед, когда в Мекке ему угрожала опасность. С тех пор так называют старые кварталы любого мусульманского города. Каппадокия – это древние названия местности в Средней Анатолии. Причем отличается она древними, чтобы не сказать внеземными свойствами. Тысячи лет назад активность вулканов оставила здесь отложения из пепла, грязи и лавы. После этого ветры и непогода снесли мягкий верхний слой земли. Но способная к сопротивлению порода осталась и придала странные формы ландшафту. Эту глухую, мертвенную, негостеприимную местность сравнивают иногда с лунной поверхностью. Но она, на удивление, плотно настелена. В суровые зимние холода в Южной Японии можно наблюдать весьма любопытные зрелища. Во время снегопадов маленькие обезьянки-макаки ищут тепла в согретой вулканической деятельности в воде, погружившись в нее по шею, в то время как снег покрывает их головы. Однако, вылезая из воды, обезьянки быстро теряют тепло в ледяном воздухе и в результате с мокрой шерстью мерзнут еще больше, чем если бы не поддались соблазну принять горячую ванну. Но обезьянки достаточно изобретательны и, похоже, выработали систему дежурств, отправляя одного-двух посыльных за едой, между тем, как остальные ждут в тепле. Памукали Пришедшие ярким солнечным днем полюбоваться красотой источников Памукали, расположенных в одном из отдаленных районов Западной Турции, будут просто ослеплены. Это все равно, что смотреть на ледопад на леднике. Эти места привлекли к себе внимание еще несколько столетий назад, но и источники, и известковый туф существовали здесь задолго до того. Медицинские и терапевтические свойства минеральных вод Памукали были открыты еще в древности, когда римляне построили возле местных источников термальный курорт Георополис. Римский курорт оказался не столь безразличен к течению времени, как известковый туф, хотя руины его все еще видны, теперь на его месте стоит современный туристический курорт горячих минеральных вод. Римский курорт Индонезия. Республика Индонезия. Площадь 2 миллиона квадратных километров. Население 196 миллионов человек. Официальный язык индонезийский. Столица Джакарта. Высший орган государственной власти – Народный консультативный конгресс. Глава государства и правительства – президент. Взгонодательный орган – парламент. Совет народных. Кипр. Республика Кипр. Площадь 9 тысяч квадратных километров. Население 760 тысяч человек. Официальные языки – греческий и турецкий. Столица Никосия. Глава государства – президент. Законодательный орган – однопалатный парламент. Республика Грузия. Площадь 69 тысяч квадратных километров. Столица – город Тбилиси. Население 5,5 миллионов человек. Валюта – рубль. Республика Азербайджан. Площадь 86 тысяч квадратных километров. Столица – город Баку. Население 7 миллионов человек. Официальный язык – Азери. Валюта – монат. Япония. Площадь 377 тысяч квадратных километров. Столица – город Токио. Население – 124 миллиона человек. Официальный язык – японский. Валюта – иена. Кувейт. Государство Кувейт. Площадь – 17 тысяч квадратных километров. Официальный язык – арабский. Столица – Эль-Кувейт. Кувейт-Сити. Кувейт – конституционная монархия. Глава государства – эмир. Иордания. Иорданское хашемистское королевство. Площадь – 89 тысяч квадратных километров. Население – 3 миллиона человек. Официальный язык – арабский. Столица – Оман. Глава государства – король. Законодательный орган – двухпалатный парламент. Камбоджа. Королевство Камбоджа. Площадь – 181 тысяча квадратных километров. Население – 10 миллионов человек. Официальный язык – кхмерский. Конституционная монархия. Глава государства – король. Столица – Пнонпень. Малайзия. Площадь – 329 тысяч квадратных километров. Население – 19 миллионов человек. Официальный язык – малайзийский. Столица – Куала-Лумпур. Входит в Содружество. Малайзия – конституционная монархия. Глава государства – верховный глава. Король. Индонезия. Республика Индонезия. Площадь – Филиппины. Республика Филиппины. Площадь – 300 тысяч квадратных километров. Население – 70 миллионов человек. Официальный язык – тагальский и английский. Столица и крупнейший город – Манила. Глава государства – президент. Законодательный орган – двухпалатный конгресс. Лаосская Народная Демократическая Республика. Площадь – 300... Лаосская Народная Демократическая Республика. Площадь – 236 тысяч квадратных километров. Столица – город Вьентьян. Население – 4 миллиона человек. Официальный язык – лаоский. Валюта – Новый Гипп. Королевство Таиланд. Площадь – 513 тысяч квадратных километров. Столица – город Бангкок. Население – 57 миллионов человек. Официальный язык – тайский. Валюта – Банд. Корея. Площадь – 220 тысяч квадратных километров. Население – 67 миллионов человек. Официальный язык – корейский. Северную часть полуострова и прилегающую часть материка занимает Корейская Народная Демократическая Республика. Южную часть полуострова – Республика Корея. Тайвань. Площадь – 36 тысяч квадратных километров. Население – 21 миллион человек. Официальный язык – китайский. Глава администрации – президент. Высшие органы власти – национальные собрания. Бруней. Бруней – Дарусалам. Площадь – 5 тысяч квадратных километров. Население – 275 тысяч человек. Официальные языки – малайский и английский. Столица – Бандар-Сери-Бегеван. Бруней – конституционная монархия. Султанат. Глава государства – султан. Сингапур. Республика Сингапур. Площадь – 639 квадратных километров. Население – 2,5 миллиона человек. Официальные языки – малайский, китайский, тамильский и английский. Столица – город Сингапур. Глава государства – президент. Законодательный орган – парламент. Социалистическая республика Вьетнам. Площадь – 329 тысяч квадратных километров. Столица – Ханой. Население – 69 миллионов человек. Официальный язык – вьетнамский. Валюта – Донг. Народная республика Китай. Площадь – 9,5 миллионов квадратных километров. Столица – Пекин. Население – 1 миллиард человек. Официальный язык – китайский. Валюта – юань. Республика Монголия. Площадь – 1,5 миллиона квадратных километров. Столица – город Улан-Батор. Население – 2 миллиона человек. Официальный язык – монгольский. Валюта – тугрик. Республика Кыргызстан. Площадь – 198 тысяч квадратных километров. Столица – город Бешкек. Население – 4,5 миллиона человек. Валюта – Сом. Бутан. Королевство Бутан. Площадь – 47 тысяч квадратных километров. Население – 1,5 миллиона человек. Официальный язык – Бхотия. Зонгке. Близок к тибетскому. Столица – Тхимпху. Глава государства – король. Законодательный орган – Однопалатное национальное собрание. Союз – Мьянма. Площадь – 676 тысяч квадратных километров. Столица – город Янгон. Население – 42 миллиона человек. Официальный язык – бирманский. Валюта – Кьянт. Республика Индия. Площадь – 3 миллиона квадратных километров. Столица – Нью-Дели. Население – 1 миллион человек. Официальный язык – Хинди. Валюта – Рупия. Шри-Ланка. Демократическая социалистическая республика Шри-Ланка. Площадь – 65 тысяч квадратных километров. Население – 17 миллионов человек. Официальный язык – сингальский, тамильский. Официальная столица – Джаяварденапура-Котте. Местопробывание парламента. Фактическая – Коломба. Глава государства и правительства – президент. Законодательный орган – парламент. Бангладеш. Народная республика Бангладеш. Площадь – 144 тысячи квадратных километров. Население – 120 миллионов человек. Официальный язык – бенгальский. Столица – Дакка. Входит в содружество. Глава государства – президент. Законодательный орган – однополатное национальное собрание. Непал. Королевство Непал. Площадь – 147 тысяч квадратных километров. Население – 19 миллионов человек. Официальный язык – Непали. Столица – Катманду. Непал – конституционная монархия. Глава государства – король. Высший законодательный орган – парламент. Израиль. Государство Израиль. Площадь – 20 тысяч квадратных километров. Население – 5 миллионов человек. Официальные языки – иврит и абрабский. Столицей провозглашен – Иерусалим. Израиль – республика. Глава государства – президент. Законодательный орган – однополатный парламент. Королевство Саудовской Аравии. Площадь – 2 миллиона квадратных километров. Столица – город Эр-Яд. Население – 17 миллионов человек. Официальный язык – арабский. Валюта – Саудовский Реал. Королевство Саудовской Аравии. Площадь – 2 миллиона квадратных километров. Катар. Государство Катар. Площадь – 11 тысяч квадратных километров. Население – полмиллиона человек. Официальный язык – арабский. Столица – Доха. Катар – абсолютная монархия. Глава государства – Эмир. Султанат Омана. Область – 212 тысяч квадратных километров. Столица – город Мускат. Население – полтора миллиона человек. Официальный язык – арабский. Валюта – Оманский Реал. Российская Федерация. Площадь – 17 миллионов квадратных километров. Столица – город Москва. Население – 149 миллионов человек. Официальный язык – русский. Валюта – рубль. Республика Казахстан. Площадь – 2 миллиона квадратных километров. Столица – город Алма-Ата. Население – 17 миллионов человек. Официальный язык – казахский. Республика Узбекистан. Площадь – 447 тысяч квадратных километров. Столица – город Ташкент. Население – 22 миллиона человек. Официальный язык – узбекский. Валюта – рубль. Республика Туркмени. Площадь – 488 тысяч квадратных километров. Столица – город Ашкабад. Население – 3 миллиона человек. Официальный язык – туркменский. Валюта – рубль. Исламская республика Афганистан. Площадь – 652 тысячи квадратных километров. Столица – город Кабул. Население – 16 миллионов человек. Официальные языки – пушту – персидский. Валюта – Афгания. Исламская республика Пакистан. Площадь – 803 тысячи квадратных километров. Столица – Исламабад. Население – 121 миллион человек. Официальный язык – урду. Валюта – пакистанская рупия. Республика Турция. Площадь – 779 тысяч квадратных километров. Столица – Анкара. Население – 58 миллионов человек. Официальный язык – турецкий. Валюта – турецкая лира. Таджикистан. Площадь – 143 тысячи квадратных километров. Население – 5 миллионов 700 тысяч человек. Официальный язык – таджикский. Столица – Душанбе. Глава государства – президент. Законодательный орган – Мэджи. Исламская республика Иран. Площадь – полтора миллиона квадратных километров. Столица – город Тегеран. Население – 61 миллион человек. Официальный язык – персидский. Валюта – Реал. Республика Ирак. Площадь – 434 тысячи квадратных километров. Столица – город Багдад. Население – 18 миллионов человек. Официальный язык – арабский. Валюта – иракский динар. Республика Йемен. Площадь – 527 тысяч квадратных километров. Столица – город Сана. Население – 10 миллионов человек. Официальный язык – арабский. Валюта – динар. Сирийская арабская республика. Площадь – 185 тысяч квадратных километров. Население – 10 миллионов человек. Официальный язык – арабский. Валюта – сирийский фунт. Объединенные арабские эмираты. Площадь – 83 тысячи квадратных километров. Население – 2 миллиона человек. Официальный язык – арабский. Государственная религия – ислам. Столица – Абудаби.